Привет, мои родные! Привет, мои хорошие! Сегодня будет такое коротенькое включение из Мюнхена. Не хочу создавать панику на канале. Пожалуйста, сохраняем спокойствие и только спокойствие. Я не померла, со мной всё нормально. Просто сегодня вторник. Это получается четвёртый день после химиоэмболизации. Вот на протяжении этих дней состояние было какое-то вялое, но точно руки не доходили до того, чтобы включить камеру и заснять хоть коротенькое видео. Вчера у меня был понедельник, и у меня была очередная химиотерапия по плану. Должна была быть. Но она не имела места быть, потому что в этот раз подвели очень сильно тромбоциты, откуда и слабость. К сожалению, химиоэмболизация печёночной артерии даёт такую побочку, как понижает сильно тромбоциты. А они у меня на фоне долгого лечения и так постоянно были, ну, за уши подтянутые такие. Чтобы вы понимали, они у меня всегда были на нижней отметочке. Сейчас они у меня, по-моему, 0,70. Ой, честно, нету сейчас анализов, не буду вас сейчас вводить в заблуждение. В общем-то, очень-очень низкие. Мне не делали переливание крови или переливание тромбоцитов, просто отправили на недельку домой, чтобы я отлежалась неделю и пообещали, что потом уже со следующего понедельника мне буду делать сразу две химии. То есть начинаем как бы второй цикл. По протоколу сейчас уже после этой капельницы, которая должна была быть в понедельник, я должна была отдыхать. Сейчас мы возобновляем цикл и будем две недели подряд долбить по моим метастазам. Я знаю, что существует вероятность, что я сейчас прикладываю все свои усилия, чтобы как-то спасти печень и забываю о других органах. Но, вы знаете, в таком положении, в котором я нахожусь, это уже только дело интуиции. На что ты больше всего надеешься. Раз уже я решилась на химиоэмболизацию, мне нужно было сделать обязательно и второй курс. И нужно будет сделать и третий курс 20 ноября. А то, что нет химии, ну честно не буду комментировать, потому что, ну вот и врачи так показывают. Ну, не знаю, не знаю, вы сами захотели химиоэмболизацию, теперь вот, ну пожалуйста, собирайте урожай. Вот что есть, то есть. Хотя, знаете, могло бы быть еще и такое, что без химиоэмболизации подкачал бы, ну что-то другое. В кровушке моей было бы там по низким нормам и меня бы не допускали к химии. Поэтому, ну вот так. Насчет того, что метастазы есть еще и в легких, мы ими тоже будем заниматься вместе с моим профессором из Франкфурта. Но, наверное, вот уже после 20 ноября мой организм и вообще организм любого человека не может выдержать такие процедуры раз в две недели. Если вы подумали о том, вот как я подумала, а давай-ка я буду раз в две недели, вот сейчас сделаю эмболизацию на печень, а потом через две недели я буду делать эмболизацию на легкие, а еще в параллели я буду химичиться. Конечно, аппетит у меня большой, огромнейший, но организм не справляется и кровь не восстанавливается. Вчера, когда я пошла в больничку, я несла с собой сумку просто с, ну там было несколько документов, легкая совершенно сумка. Мне казалось, что я тащу волоку за собой целый мешок. Вот так вот я себя чувствую. Но в ту секунду, когда я зашла в свое отделение, я выпрямила плечи и бодрячком пошла к медсестре сдавать кровь. Когда меня спросили, как я себя чувствую, я открыла глаза и сказала, что я себя чувствую очень хорошо. Я старалась производить впечатление здорового человека, потому что, ну иногда я беру на себя эту ответственность. Если я приду и буду там хныкать, ныкать, что мне плохо, неподавно ничего не выпишут, никакую эхимозу. Поэтому вот берем на себя такую ответственность. Даже несмотря на то, что я там рисовалась, понтовалась, что мне классно, давайте мне, давайте вкалите мне иглу из-за сандальти, пусть пойду, дельфины по венам, мне, к сожалению, не разрешили, потому что, ну они смотрят по отметкам, по цифрам на бумажке. Пришел анализ из лаборатории, который показал, что сегодня... Значит, хочу немножко рассказать о химиоэмболизации. В этот раз мне влили в печень немножко больше медикаментов, чем в прошлый раз. Может быть, из-за этого так сильно упали тромбоциты. Они упали и в первый раз, после первой эмболизации, но после этой, ну прям вот ощутимо упали. Я, конечно, стараюсь восстанавливать их питанием, но я такой, знаете, маленький человек, я много не съем, но сколько я съем. Первые два дня ты вообще почти ничего не можешь кушать, потому что тебя тошнит. Уже вот с понедельника вот начало. Слава Богу, что есть дочка, которая помогает и готовит мне иду несколько раз в день. Спасибо, что есть муж, спасибо, что есть поддержка. Скоро приедет и моя мама уже с декабря месяца. Но я думаю, что тогда, когда она приедет, она уже будет готовить больше, чем надо, потому что она может всех задушить своей заботой. Ну, мамы, они такие. Вот, так что в прошлый раз у меня были кризисы, у меня были приступы, у меня очень сильно болела печень. Во второй раз немножко по-другому, в этот раз очень-очень сильная слабость. Но, слава Богу, пока приступов не было, пока их не было. Но слабость ужасная, то есть хочется целый день спать. Я просто меняю свою дизлокацию с одного дивана на другой диван или на другое кресло куда-то. Сейчас я хочу отдохнуть 15 минут, потому что я засняла видео, я уже устала. А потом я, наверное, соберу свои силенки в кулак и попробую пойду погуляю. Все, как мне сегодня написала моя подружка с утра, у меня настроение жить, настроена жить. Все, поболели, полежали, теперь надо восстанавливаться и начинать жить полноценной жизнью. Так что я беру с нее пример, дорогая моя, Анюта, Тёми, Тёми, тебе из Мюнхена. Держим хвост пистолетом и боремся дальше. А мы с вами, дорогие мои хорошие, встретимся в следующем видео. Хочу вам выразить огромную благодарность за все те комментарии положительные, которые вы мне пишете, за ту поддержку, которую я от вас чувствую, и за ту огромную любовь, которую вы мне дарите в каждый день. Это помогает, это дает силы на борьбу, и я этим пользуюсь, мне это помогает. Всем пока-пока, с вами была Каролина, встретимся завтра или в следующем видео. Тём-тём.